Какие основные проблемы духовной жизни? Во-первых, что такое духовная жизнь? Надо же, наверное, поговорить, понять, а потом уже говорить о проблемах. Вы знаете, если обратиться к энциклопедии, может быть, если у кого есть... А, сейчас интернет есть, у всех всё есть! То в философской энциклопедии, например, там под духовной жизнью, разумеется, такие вещи, которые подчас просто вызывают удивление. Духовная жизнь человека – это что такое? Это его начитанность, это его образованность, это его познание, это его культура, это его инициативность, предприимчивость, это его умение общаться с людьми и так далее. Вы знаете, помню, читаешь весь этот набор, который, кажется, в совокупности описывает духовность человека, и немножко просто удивляешься. А удивляешься чему? Насколько уже сознание современного человека ушло от той сути понимания человека, которое всё-таки у нас на Руси было, и которое было не просто только на Руси, но которое Русь, если хотите, восприняла и соответствующим образом приложила это к нашей действительности. Что такое духовность в православном понимании и в том понимании, которое именно Русь всегда имела? Когда говорили о духовности, то говорили о духе. Каком духе? Первое, самое первое определение, которое является важнейшим для определения понятия вообще духовности – Бог есть дух! Да, дух в каком смысле? И опять-таки, дух – ну да, это то, что невидимо, то, что нельзя потрогать, пощупать, понюхать и так далее. Да нет, речь идет не об этом! Речь идет совсем о другом! Мы входим в какой-то дом и уже ощущаем, побудем и видим дух этого дома, дух этой семьи, дух книги. Одну книгу мы читаем и получаем какой-то импульс, если хотите, даже радости, удовлетворения. Другую читаем, и какой-то мрак остается, тяжелые чувства, недоумение. Что же православие понимает под духовностью? Под духовностью, разумеет, это то состояние человека, которое соответствует или не соответствует тому, кого мы называем Богом. А Богом, оказывается, в православии именуется тот дух, да, дух, свойства которого обозначены достаточно определённо. сказано, он есть любовь, то есть, он не ненависть, а любовь, милосердие, а не жестокость, смирение, то есть, а не гордость и так далее, справедливость, а не как раз не какой-то неправда. под духовностью в православии оказывается, разумеется, ничто иное, как те свойства души, которые и определяют самую суть человеческой личности. Эти свойства могут быть действительно подобными Богу и называться как действительно. У человека есть любовь ко всем, не влюблённость, не об этом речь же идёт, а благожелательство ко всем. Он хотел бы, чтобы каждому человеку он готов оказать что-то такое, какую-то помощь, милосердие, слово доброе, поддержку. Он готов поделиться чем-то, чем он имеет. Он готов удержать себя от какого-то слова, которым может он ранить другого человека. То есть духовность – это свойство любовь, радость. Как много значит увидеть человека, от которого исходит радость, или который скучный, мрачный, не правда ли? Пришествие одного приходит один человек, и все радуются, другой приходит, и все не знают, куда деваться. Любовь, радость, мир. Боже мой, какое это имеет огромное значение, когда мир в душе? Мы все знаем, что такое расстройство души и что такое мир души. Это величайшее благо, особенно в семейной жизни. Там, где нет мира, ничего нет, ни богатство не поможет, ни положение в обществе, ничто не поможет, когда нет мира в душе, нет покоя у человека, что проку тогда от всех прочих благ, когда у меня нет мира в душе, и что проку хотя бы я знаю, не знаю, у меня семь пядей во лбу и десять университетов, а душа, а душа страдает. Вот апостол Павел и перечисляет замечательные эти свойства. Кстати, хочу обратить внимание, что мы говорим, апостол Павел... Ну, это апостол! Не будем! Это мудрец первого столетия нашей эры, один из мудрецов! Когда мы говорим Сократ, Платон, да, мы понимаем, стоит сказать апостол Павел уже как-то такое-то религиозное. Да нет! Это один из мудрецов, действительно мудрейших людей, который поражал, кстати, своей образованностью. Этот человек был просто и талантом, и вот он перечисляет, любовь, радость, мир, долготерпение. Боже мой! Как от нашей нетерпеливости сколько происходит невзгод и трагедий в нашей жизни! Терпение! Долготерпение даже говорит! Кротость! Кротость не в том смысле, что какая-то овечка, которой можно бить, и она ничего тебе не сделает. Речьёт не об этом! Речьёт о потрясающем мужестве души! Когда человек не даст сдачи тогда, когда он может дать, но он видит, что из этой сдачи потом начнётся такая война, что не обрадуешься! И семья разлетится в пух и прах! И в коллективе неизвестно, что начнётся! И с работы ты улетишь! Вообще Бог знает, что будет! Ох, как много значит! Мы даже и забываем об этом свойстве! Об этом свойстве! Вот, оказывается, под духовностью в человеке разумеется то, как настроены его душевные свойства. они могут иметь положительный вектор! И когда мы говорим, и с этим человеком просто приятно даже и быть, и разговаривать! Посмотрите, Серафим Саровский! Приходит новый человек, и вдруг к нему обращение – «Радость ты моя!» И человек этот видел, что это ни какой-то лицемерии, ни пустые слова, как сейчас – «Ой, я вас так люблю!» мыльный пузырь так бросает, и он лопается! А тот видит, на самом деле, оказывается, как человек относится к нему! Какие слова говорит, какие советы даёт! Это действительно любовь! А не болтовня, не празднословие, которого у всех полно! Так вот, вот что такое духовность человека! И, напротив, напротив, при всех данных у человека природных, которые он имеет, допустим, ну, какие угодно таланты, при всём там общественном положении, которое он занимает, при всей образованности, которой он может быть, но если это человек, который не имеет любви никому, если он гордый, видит себя над всеми, все для него – это низшие существа! Это есть и самолюбие, к которому не прикоснись, иначе обожжёшься! Если это ненависть, неприязнь, зависть, вот что характеризует, оказывается, дух человека – это какие свойства! Вот она где – духовность! Вот полный набор положительных свойств, полный набор отрицательных! Вот что характеризует духовность человека! Плюс или минус! Они эти пустушки, которые приведены! Читаешь – и диву даёшься! Во что превратили? Неужели мы не понимаем, что человек, может быть, не знаю, каким славным этого мира и знающим, и образованным, и я не знаю, и кем всеми орденами осыпан! А к нему не подойди! Не задей! Вот, оказывается, духовность! В христианстве даже речь идёт о чём? Когда мы говорим о духовной жизни, то речь идёт о том, что сможет ли и в какой степени человек бороться и победить себе вот все эти гадкие свойства, которые портят жизнь и ему самому, и всем окружающим! Эти свойства называются страстями. Вот, что называется страстями. Слово «страсть» от слова «страдать», потому что, видишь, страстная любовь и так далее. Под страстями, разумеется, что-то такое увлекательное! Нет! Старое русское слово «страсть» отсюда «страсти Христовы», то есть то, что приносит страдания. Вот, что такое страсти! И действительно, и действительно, обратим, если внимание, что приносят страсти вот эти вот отрицательные положительные свойства, что приносит человеку? Мы ищем решение очень многих проблем, особенно общественной, семейной жизни, личной жизни. И в чём мы их находим? Он такой! Она такая! начальник никуда не годится, президент, патриарх, я не знаю, кто, как все вокруг меня вообще такая дрянь! Вы себе представить не можете! Один я хороший только! И вот я бедный, как я страдаю из-за того, что все вокруг меня такая дрянь! Вы слышите? Все хороши! Одна из самых страшных болезней, духовных болезней человека – это невидение себя! Приходится постоянно повторять замечательные слова Феофана Затворника, который говорит сам дрянь-дрянью, а всё твердит, я не такой, как прочие люди. Слышите? Вот она слепота! А к этому не такому действительно прикоснуться нельзя! Отскочишь от его самолюбия! Не заденьте самолюбие ни на одну йоту, иначе станете врагом на всю жизнь этого человека! А мы же часто как задеваем самолюбие друг друга и наше самолюбие и в результате непрерывно страдаем. Все как ежи! Такой хорошенький зверёчек! Но как только прикоснёшься, так всё тут же иглы отскочишь от него! Так вот, духовность – это то состояние человека, которое связано с характером отношения человека к своим вот этим страстям, ещё раз повторяю, тщеславию, гордыне, самолюбию и прочее, всё, что угодно! Вот эти все, простите меня, гадости! Или, напротив, напротив, противоположные свойства сострадания, любовь, милосердие, благожелательство и так далее. Вот что в самом первоначальном подходе может быть названо духовностью или отсутствием духовности, или положительной и отрицательной духовностью. Вот, оказывается, о чём идёт речь! Не это ли самое главное? Ведь мы же прекрасно понимаем, что мы можем самым простым человеком, не имеющим ничего ни общественного положения, ни какой-то образованности, ни особого ума, никакой особой культуры, но вдруг человек этот простой, доступный, несомолюбивый, открытый, с ним же легко как быть! и напротив! Даже не хочу перечислять! Всё у человека, но с ним невозможно! С ним всё в напряжении! С ним трудно иметь сами отношения! Вот, оказывается, что такое духовность! Они, эти все внешние характеристики, которые так часто воспевают, воспеваются... Кем воспеваются? Да, ясно, кем? Тем, кто проповедует страсти. Но обратите внимание, действительно, чем отличается в данном случае как раз христианство от язычества? Чем отличается? Если христианство говорит, что страсти, вот эти, то, что именно эти греховные, все эти отрицательные, они только мучают человека! Они мучительны для человека! Если они даже в данный момент приносят, кажется, какое-то удовлетворение, то в конце концов, обязательно они покажут своё подлинное лицо и обязательно ранят человека! И эти раны могут носить очень различный характер! Иногда могут быть убийственными просто! Поэтому христианство, говорит, нужно бороться со страстями! Бороться с ними! Насколько это возможно! И, кстати, христианство истинным, добрым делом называет даже не то, что я уже сделал, а саму борьбу это называет! Но я не могу победить своё тщеславие! Я знаю! Вот, сейчас я, кажется, удержался, через час я уже нахвалился на весь мир! Борись человек! Удерживай себя, насколько это возможно! И христианство ещё предлагает то, чего вне Бога нельзя предложить! Христианство утверждает, что человек имеет прямую возможность обращения к самому Богу! Причём, это не просто обращение, а это обращение, которое, оказывается, может оказать человеку колоссальную помощь! Сам я не могу избавиться! Вот, ну, осуждение, например, ну, хорошо ли осуждать другого человека? Ну, скажите! Когда я осуждаю, то этим самым, о чём я говорю, когда я осуждаю, я не такой, как ты! Я не такой, как он! То есть, я лучше, вы понимаете? Он такой, а я лучше! Вы слышите? И вот это осуждение, в качестве примера я привожу, это просто неистребимо! Насколько в нас сидит это мнение о себе, до чего мы хороши! Что мы во всех видим, я не знаю, всевозможные недостатки! Так вот, христианство говорит, верно! Верно! Ты никак не можешь справиться! Может быть, через это, во-первых, ты увидишь, кто ты есть на самом деле! не можешь удержаться от хвастовства, от зависти, от осуждения, от объедения! Ты... Не буду перечислять! Чего не коснись! Оказывается, я не могу! Не могу! Вот это интересно! Странно! Я думал, что я такой хороший человек, оказывается, чего не коснись! Я ничего не могу! Что я могу? Ах, убивать не можешь! Ну да, ты сейчас не можешь! Верно! Только создай ситуации, всё, что угодно сделаешь! Почему? А потому что гнев, ярость, злоба, которая может охватить тебя, ты с ней уже ничего не сделаешь! Ты раб этой страсти! Всё, оказывается, ничего не могу! Это поразительно! Сел за стол, уж самая простая вещь! И... Ну, я в другой раз уж, ладно! А сейчас уж пока! Первое, на что обращают внимание христианцы, когда говорят о духовности – посмотри на себя, человек! Вот ты видишь, ничего не можешь, да? Ну, можешь ты ко всем относиться? Благожелательно, по-доброму, с любовью, с милосердием? Можешь? Нет! А что ты можешь? Вот на что обращают внимание христианство! И на что обращают... Что значит христианство? Просто нас призывает человек – посмотри! Посмотри на себя, посмотри! Кто ты есть на самом деле? Только действительно, поскольку мы не смотрим на себя, абсолютно, да, не замечаем и не хотим даже замечать о том, какой характер носит наше поведение, поэтому мы, в общем-то, мним о себе. Наше самолюбие в постоянном действии, наше тщеславие, наше гордыня и так далее. Христианство это говорит, что тот человек, который не борется со своими этими дурными проявлениями, дурными эмоциями, дурными состояниями и не обращается к Богу, всегда останется вот наполненным, полным мешком этих страстей и всегда будет подвержен всевозможным неприятностям. Ну, слушайте, ну, ничего же не стоит в ситуации сложиться, и меня кто-то заденет. Представьте, я уверен, что я умный, а мне скажут, что он дурак. Боже мой, это же какая трагедия! Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна! Ах, Боже мой! Слушайте, кто-то сказал только обо мне плохо, и я уже расстроен. Да чего же я уязвимый! Потому что я не говорю о других вещах. Не тронь! Буквально! Духовность человека оказывается прежде всего положительной духовностью начинается с чего? Вот с этого познания себя, обращения внимания на себя. Это, если хотите, главная задача нашей постоянной жизни и деятельности. главная задача – увидеть, наконец, себя. Посмотреть! Сбросить эти розовые очки из своих глаз! Отбросить эту мечтательность, которая присутствует в нас! А посмотреть на себя трезво! Оценить себя! Увидеть себя! И, говорит христианство, начать жить! Начать духовную жизнь! С чего он начинается? Я уже сказал, с видением, во-первых, себя, постоянным наблюдением за собой, вниманием просто к себе! К чему? Прежде всего, к своим хотя бы мыслям! Не хотя бы, а действительно мыслям! Мы обычно совершенно не придём никакого значения тому, что крутится в нашей голове и в нашей душе. А если обратиться к опыту тех, которые действительно шли этим путём духовной жизни, то они говорят, с мыслей всё начинается! Мысли человека! Вот источник всех его деяний, всех его дел, всех его, если хотите, совершений! Именно мысли подчас мучают так человека, что он спать не может! Жить не может! Одно страдание от чего? От одних мыслей! Оказывается, с мыслей начинается наша духовная жизнь! Надо следить за мыслями своими! А как следить? Понятно, как! Не давать возможности развиваться всякой гадости в нашей голове и в нашей душе! Не даваться! Вот перед Великим постом и в начале даже Великого поста на всенышном называется бдении, то есть богослужении, которое совершается вечером под воскресный день поётся такое такой псалом на реках вавилонских. И там есть слова страшные слова, которые для незнающего человека просто могут звучать просто им будет не по себе даже. представьте себе, что там поётся блажен ну, немножко русифицирую блажен тот, кто возьмёт и разобьёт твоих младенцев о камне! Ужасно! Ужасно! Да, было время, когда это... говорят, что эти строки остались из вавилонского плена, когда евреи были в вавилонском плену, и в частности они так мыслили. Они мыслили прямо так! В нашем православном богослужении всё это, всему этому признан какой характер? Всё это рассматривается как некий прообраз духовной жизни. Все эти реальные события как образы и прообразы духовной жизни человека. И в данном случае почему это поётся? Потому что блажен человек, кто зарождающихся в нашей голове, в нашей душе всякие грязных, злых, преступных мыслей только зарождается, зарождается, разбивает о камень чего молитвы и отвержение их. Блажен, кто ещё младенца, вот только зарождается! Потому что, когда уже если он попустит этому, то всё, идёт такое развитие в человеке, что потом он и остановить не может и сам становится рабом этих мыслей, этих идей, этих чувств. Блажен, кто сразу прекращает это! Церковь научает, даёт, если хотите, метод, метод освобождения себя от чего? От страданий! Блажен этот человек, кто прям эти, ещё дети, только что зарождается! разбивает эти мысли! Там есть даже и дальнейшее ещё понимание о камень! Под камнем, разумеется, в данном случае молитва! Вот пришла мысль злобного осуждения кого-то! Господь Иисусе Христе, прости меня! Обращение к молитве! Уже отвлечение от той мысли и обращение к молитве к Богу! уже спасение для меня! Потому что я прекрасно знаю, если начну дальше развивать эти мысли, ой-ой-ой, как во мне всё возбудится! Ещё бы давление тут же померить бы! Сразу скажут 200 на 100! От одних только этих мыслей блажен, кто уберегает себя от этой гадости, которая внутрь развивается и разбивает этих младенцев о камень! Христианство, видите, предлагает способ и метод приобретения действительно чистой духовности в человеке! Чистой! Потому что, может быть, и духовность дьявольская, когда вот это вот море и господство этих страстей христианство призывает как раз к очищению души и говорит, что тот, кто борется с этими внутри себя, с этими уже мыслями, чувствами, желаниями, кто обращается при этом к Богу, Господи, прости мне, обращается с покаянием, получает пользу! Какую же? Прямо непосредственно даже пользу! Если бы я развивал, я бы уже страдал! Я прекратил это! Слава Богу! Я уже хотя бы переживать не буду от одних только этих воспоминаний! Вот! уже, так сказать, начало приобретения той духовности, о которой христианство говорит и который призывает каждого человека! И не просто призывает, а указывает на прекрасные, замечательные примеры, примеры, которых множество в истории христианства. указывается на многих подвижников, чего они достигали, какого состояния, какого состояния они достигали, какой радости они достигали в своей жизни, сохраняя такую трезвость ума, что просто удивляешься! Вот сейчас, не знаю, кто угодно теперь может купить эту книгу, допустим, Яна Лесвичек, вот сегодня день его памяти, этого подвижника, шестого столетия! Вы знаете, это удивительный просто человек! Удивительный не только по своей святости жизни, действительно, удивительный по силе ума, если хотите, по талантливости даже, которая так всегда льстит нам! И, кстати, его жизнь! Он человек был, обладал даром, просто даром замечательного красноречия и писательства! И вдруг братья был в монастыре, это на Синае, на Синае, ну, стали говорить, вот он этот болтливый, только и знает, что болтает, и всё! Ну, зависть всюду присутствует, да! Он совершенно спокойно сказал игумену, сказал, благословите меня не говорить! То сказал, ладно, два года он молчал вообще! Потом игумен сказал, хватит! Давай говори, стал говорить, как прикажете! А какую книгу написал? О! Если бы только посмотрели, купили бы! Называется она Лествица! Называется Лествица! Но ему было приказно сказать, напиши! Ну, напиши! Ну, напишу! Написал! Как раз эта вся книга как раз и посвящена рассмотрению вот этих вопросов каких? С одной стороны, страстей, самых различных страстей, с другой стороны, того, что называется добродетели! То есть, он говорит о том, что такое гордость, что она приносит человеку, если говорить, какие последствия её проистекают, указывать, как с ней можно бороться, что её порождает, с чем она связана, ну, что вы! Другой стороны, пишет о той же любви! Что это такое? Что это такое? Ещё бы! Не написали! Потому что столько уж понятий связано с любовью, что, Боже мой, вдруг мы видим такое трезвое, удивительно, прозрачное, кристально чистое описание, причём не просто описание, а указывает, как оно приобретается, какие опасности на пути, на пути этом стоит, что она действительно какое величайшее благо даёт человеку, что происходит с человеком, когда постепенно, как он пишет, по искоренении страстей человеческое сердце наполняется именно тогда любовью. Исаак Сирин, его почти более поздний, немного его сподвижник тоже самое писал, что источник всех страстей и корень, и средоточие страстей, это что такое самолюбие, самолюбие. Кажется, любовь, да не туда. И вот Андрей Сиричек описывает, что это такое. И вот он, вы знаете, проходит так по всем, ну, по очень многим, как страстям, так и добродетелям. Если кто интересуется, посмотрите, это очень любопытно. Причём этот строжайший подвижник в то же время обладал, конечно, видимо, большим тонким чувством, тонким чувством даже юмора. Ну, представьте себе, когда он своё четырнадцатая ступень, это лестница, лесть веца, это значит лестница, вот, обозначил ни больше, ни меньше, как следующим образом. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Сколько юмора! Правда? Нисколько никого не осуждая, и в то же время, как великолепный этот строгий пустынник, и вдруг пишет такие слова «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Правда же? Представьте себе! Ну, его книга книга в этом отношении просто поражает, насколько человек глубоко, глубоко всё это видел. А как он описывает борьбу страстей даже между собой? Говорит, тщеславие и чревоугодие. Человек входит в трапезную и начинает бороться. Тщеславие хочет? Нет, я перед всеми поем чуть-чуть. И меня хвалили. Чревоугодие говорит, нет, уж я поем, плевать, что обо мне буду говорить. И он так это так там описывает, вы знаете, ну, просто же молодец! Вы видите, кто такой преподобный? И в то же время этот человек действительно, который для всех был буквально светочем. светоч, вот это наставник! Это действительно наставник! И он же писал о том, кто может быть наставником. Это прежде всего рассудительный человек. Это вообще, кстати, очень важно, особенно для нашего времени, когда в наставнике кого ищет? Прозорливого. А забыли, что даже бес и тот прозорливый. Бес прозорливый, да! Тоже очень многое можно сказать. Святые вообще не придавали почти никакого значения этому дару прозорливости. Вы слышите? Почти никакому! Это как что-то такое. Рассудительность! Вот оно, оказывается, что рассудительность, основанная на чём? на знании и, действительно, Евангелие, знания, и на опыте, опыте духовной жизни, когда человек может действительно всё взвесить и дать соответствующий совет. Предупреждали, избави Бог обращаться к человеку, который не обладает этим даром. Причём, даже такие вещи говорили очень интересные, что есть люди, которые, кажется, прям святые. И не только кажется, уже творят чудеса и обладают вот этими дарами, в том числе и прозорливости. Но, будучи нерассудительными, никак не могут быть наставниками. Один из святых, Пётр Маскин, даже писал так, как много вреда я потерпел от неопытных наставников. А у нас так тот-то сказал такой-то батюшка, такая-то матушка. И уже всё. Ну, что же это такое? Как предупреждает Иоанн Лисич, как предупреждает, что прежде чем, прежде чем верится какому-то человеку, которого, как я думаю, что, может быть, он, человек этот рассудительный, может быть, он действительно наставник, он, может быть, дадит мне мудрый совет, Иоанн Лисич говорит, прежде нежели вдаться ему, узнай этого человека, слышите, узнай, то есть познакомься лично, испытай, от себя ли он говорит или от святых отцов. Более того, даже такое слово говорит, конечно, говорит вот таким вот, так сказать, он говорит, так сказать, искуси, то есть не в смысле искушать, лукавить что-нибудь, речь от него лукавстве, а искуси в том смысле, в том же смысле, испытай, то есть узнай, насколько он действительно знает святых отцов. Может ли он говорить от них или он только выливает своё? Прежде нежели в это верить свою душу кому-либо. Вот как надо, пишет Иоанн Лисичевич, в противном случае он прямо предупреждает, прямо предупреждает, в противном случае корабль вашей жизни вместо пристани может попасть на острые камни и потерпеть полное кораблекрушение. Сколько сейчас приходится слышать об этом! Какие кораблекрушения терпят люди! Одним из таких признаков, признаков, отрицательных признаков приказывающий, приказывающий духовник, продавай, переезжай, покупай, скажи, приказывающий, что вы? Почитайте, смотрите, что пишет Игнатий Вринчнинов. Уж какой святой действительно опытный! Я никого не могу быть наставником! Я сам себе желаю наставника! Я могу ответить на вопросы, но чтобы руководить, вести – нет, нет, нет! Феофан Затворник то же самое пишет, то же самое! Ни в коем случае! Игумен Никон Боробьёв прямо предупреждает об этом! Когда к нему напрашивались быть чадами, как это любят чады, он так и говорил, наше время – это игра, игра в отцы и дети! И тот играет, и эти играют! За кого бы зацепиться, не узнав броду, прямо в воду! Как строго предупреждает Иоанн Лесвищник об этом! Это в этой лестнице! Но не думайте, что он! Это предупреждают все! Просто о нём я говорю, поскольку сегодня день его памяти, этого изумительного человека! А вы знаете, кстати, на Синае есть храм, сейчас даже, там храм, где был монастырь, и храмик стоит. Его отреставрировали, так, и вот однажды я туда захожу, и там иконостас иконы, и икона Иоанна Лесвищника. И вы знаете, до чего же здорово написал её какой-то современный художник? Ну, естественно, это вид строгий, аскет, и вы знаете, тончайший юмор на лице! Тонкий-тонкий, почти незаметный, любвеобильный, неосудительный, ну, именно точно такой! О любезном для всех и лукавом владыке чреве никого не осуждая! Правда же? И на иконе как хорошо изобразил этот иконописец его образ! Просто, вы знаете, просто любо было смотреть! Очень интересно! Так вот, духовная жизнь в чём состоит? Состоит, прежде всего, ещё раз говорю, в познании себя. Как приобретается это познание? Скажите, это первые необходимые условия. Как оно приобретается? Каким образом? Вот приведу одну из из таких мыслей одного святого человека 11-го столетия уже, ну, 10-го фактически, 10-го, 11-го столетия это преподобного Симеона. Он даже был назван новым богословом за свои удивительные произведения. И он говорит так, тщательное понуждение себя к исполнению заповедей, то есть жить по Евангелию, вот, решимость жить по Евангелию. Всё, вот отныне всё. Я, всё, я хочу быть христианином. Это что значит? Ну, буду жить по Евангелию. Спрашиваю себя, решил? Всё, решил. Решил. То есть, не буду никого осуждать, никому не буду завидовать, не буду тщеславиться и так далее. Решил? Решил. Так, ну, давай. Результат интересный. И он пишет. Вот это решение, твёрдое решение жить по Евангелию открывает человеку, что многие думают, я решился, и теперь я достигну, о, Боже мой, взлечу на небеса. А он о чём пишет? что вот это действительно твёрдое решение человека – наконец-то жить по Евангелию открывает человеку его грехи. Я и не замечал, что я на каждом шагу направо и налево только всех осуждаю. Только и знаю, что тщеславлюсь, болтаю, завидую. Я до этого даже как-то внимания-то не обращал. Ну, живу, как и все живём, ничего особенного. Ха-ха и хи-хи. Тут только я начинаю видеть. Так это так же нельзя же по Евангелию. Ты что осуждаешь? Ты что? Ты что? Соринку из глаза брата своего хочешь вынуть, а у самого бревно целое в глазу? Прежде вынь бревно из своего глаза. Потом поймёшь, каким образом соринку вынуть из глаза брата твоего. Это замечательные слова. Вот каким образом я могу себя увидеть, кто я есть. Ни одной заповеди не могу исполнить. Ещё раз повторяю. Когда вот это предлагается вот такой способ, то решение, решимый жить по христианству. Значит, что? Я уже чувствую, что такое? Теперь я буду возноситься. Начинаю совершенствоваться, не правда ли? Ну, конечно! То я ничего не решал, жил так-сяк, а теперь я буду решительно жить. А оказывается, только эта решимость жить по заповедям открывает мне свои немощи, грехи и страсти. Вот путь-то какой оказывается. Потому что очень часто под христианцем что мы разумеем? Хождение в церковь, ставить свечки, подавать записки, служить молебны, панихиды, стоять в храме и мечтать, Бог знает о чём, и осуждать всех там направо-налево, кто стоят справа и слева, в смысле от меня. Постоял, слава тебе, Господи, на обеденке побал. Ни молитвы, ничего. Это называется христианство. А если при этом ещё человек дома иногда помолится, да ещё что-то пост соблюдает, то, Боже мой, уже если человек не понимает сути дела, то к нему и подойти страшно. А знаете, почему страшно? Потому что он апполит огнём благодати своей вас, и вы сгорите. Не так свечку передали, не через то плечо. И всё. По этому поводу святитель Игнатий Вринчинов пишет, пишет, одно вот это телесное, как он называет, делание, телесное, то есть вот это, хождение в храм, испыть, преченье, вот эти все, всё это, всё вот это телесное делание, говорит, без душевного, то есть без наблюдения за тем, что у меня в душе-то там поднимаются, какие мысли, какие чувства, какие желания, какие отношения к людям, без внимания к этому, это одно телесное делание порождает человеке тщеславие, гордыню, самомнение и делает его бесоподобным существом. О, как даже! Как важно! А большинство людей даже не понимают. Всё православие в чём? Только в том и состоит. Когда какой праздник, когда какой пост, когда сходить в церковь. И всё! А душа бедная захлопнута! Десять замков пудовых положен туда и не касается её человек! Духовная жизнь характеризуется прежде всего познанием себя, для чего требуется принять решение о жизни по Евангелию. Субтитры создавал DimaTorzok